Поехал в горы на испытание аккумуляторной установки. Сейчас аккумуляторы заряжены далеко не на полную катушку. Видно то, что здесь вот осталась одна палка заряда. Это значит то, что они еще очень недолго будут ехать. Поэтому сейчас я еду в горы вон туда по прямой. Кончится аккумулятор, я переключусь на запасную батарею вот здесь вот и поеду. Сейчас покажу, как я оригинально сделал этот самый. Это ключ, то, что отделяет батареи друг от друга. Вытащил ключ, подключил эту батарею и все работает. Поставил ключ, отключил ту батарею и эта батарея работает. То есть вот такая система. Ну что ж, я двигаюсь дальше и с вами я, собственно, персон. Такие дела. Еду по мосту. Как вы видите, здесь очень все близко. Достаточно сейчас перехвачу другую руку. И я думаю, что сегодня доедем до вон тех гор, до того поселения. Поднимемся на самый верх и будет все вообще круто. Солнце светит нещадно. Аккумуляторы. Блин, аккумуляторы внезапно показали два заряда. Ну, со свинцовыми аккумуляторами такое бывает, потому что свинец это такая достаточно мягкая система. В отличие от лития, литий жесткая система. И поэтому свинец периодически дает просадки напряжения. Но мне нравится, когда у меня фулл танк, полный бак. Это очень хорошо. Я установил новую дудку, которая теперь заместо моего электросигнала, думаю, что это будет лучше. Естественно, все это пока примерки, испытания, рабочий ход и прочее. Пока все это будет опробовано, сделано. Да, достаточно широкий мост, люди могут проходить, это хорошо. Вот там вот какой-то другой мост. Короче, это все испытательные, так сказать, моменты. Вот, думаю, вот сейчас вот на ту площадку доехать. На смысла туда ехать нет, потому что там подъем жесткий. Вот, и такие дела. А сейчас я еду. Надо будет сократить вот эту ширину, делать ближе стекла, чтобы удобнее он везде проходил. И справа убрать вот эту вот железку, потому что она мне бьет по ногам, когда я буксирую велик. То есть, некие доработки еще проведем. Будем усовершенствовать канистру до максимума. Ну что ж, едем дальше. С вами ОК. Остановился контроллер немножко остудить. Практически до стандартных значений. Упер вот так вот колесо в столбик. И тут вот такая вот улица боковая на горе. Достаточно уютное место. Я поднялся на высоту, по крайней мере, ну метров где-то 20-30, наверное. Плюс-минус. Сейчас отдохну и продолжу путь наверх. Я думаю, будет интересно. Тем более, что здесь такие прикольные места. Тем более, что спуск будет очень крутой. И надо будет бдить за тормозами, за рычагами. Мне будет все очень интересно. Это мы поднимаемся на гору в горы. Такие дела. Я изменил немного схему расположения, ну временную контроллера. Теперь контроллер стоит вертикально для того, чтобы добегающий поток воздуха охолаждал его лучше. То есть мы имеем минимальный контакт с поверхностью, которая, так сказать, не очень хорошо охлаждается. Максимальный контакт с воздухом. И вот стоит он, получается, вертикально. То есть обдуваясь максимальным потоком воздуха. Я думаю, что это немножко поможет для охлаждения, потому что он достаточно серьезно греется больше 80 градусов. Особенно на подъемах. То есть он нагрелся так, что вообще оттас. Когда я ехал сейчас вверх. Вот, так что сейчас буду ехать, посмотрю, насколько он хорошо будет работать. Ну, кстати, уже остыл достаточно, и мы можем ехать дальше. Дальше подниматься на гору. Вот поднялся еще выше на сколько-то метров подъем. Здесь очень крутой достаточно, вот такой вот. И стоим с канистрой, переводим дух, потому что мне приходится достаточно быстро ее тащить в таком темпе. И еще жать на газ тут параллельно. Поэтому потихонечку поднимаемся. Пока вот здесь стою, сижу жопой на рычаге тормоза, и вот здесь вот такие есть дорожки вверх. Достаточно интересные. Ночью их не заметил, когда проходил. И, то есть, вот такой вот уклон туда просто вниз. И вот такой вот подъем там просто наверх. И вот я тут сижу, еле-еле запарковался в горах. Парковаться без рабочего стояночного тормоза очень сложно, поэтому вот так вот. Так что следуем дальше. Так, ну что ж, опять стоим, отдыхаем. На этот раз я немного запыхался, потому что я достаточно интенсивно поднимаю трайк наверх. Он весит много. Ну вот здесь вот килограмм 75-78 аккумуляторов, плюс я, 78 килограмм, плюс сам трайк весит на порядка килограмм 45. И в сумме это будет где-то 770-140, плюс 40, ну где-то около 190 килограмм вся эта конструкция весит. Вот, я, честное слово, не знаю, как я буду тормозить вот там вот наверху. Но я вам скажу так, ребята, что я все равно поднимусь, дойду до моста, посмотрю, что там где. И думаю, будет все интересно очень. Так что вот так вот. Ну что ж, двигаемся дальше. Так, ну вот вроде бы выехал на спуск, на какое-то подобие спуска. Можете сами лицезреть. Тут полная пальмовая тема. Все есть, все круто. Сейчас буду ехать вот тут, хотя бы немножко остужу контроллер, потому что до этого момента дорога была только вверх. Сейчас она едет вниз, но частично вверх. Плюс еще у меня барахлит задняя сраная эта втулка, которую я купил в Сочи. Но мы будем терпеть, будем сжать на гашетку. Я думаю, все будет круто. Еще штаны заедают. Да, кстати, вот вам пейзажи. Вот аккумуляторы. А вот он я. Пошла жара. Нормально едем. Такие тут домики всякие интересные. Эх, люблю спуски. Подъемы мне не очень хорошо даются. Тем не менее, на спусках можно отдыхать и спокойненько себе ехать. Не спеша, главное. Потому что спуск, это хорошо. Да и подъем тоже неплохо. Любой подъем ведет спуску, любой спуск ведет подъемом. Такие пироги. Видели реакция людей? Да, достаточно комфортно на спусках ехать. Ощущаешь себя по-царски, отдыхаешь. Хороший такой спуск, нормальный. Красивые дороги достаточно. Разгон такой приличный. Да я даже на газ не давлю на самом деле. Вот только в таких вот местах чуток можно придавить газы. А вот вам и пейзажи. Комфортная дорога. Очень комфортная. Мне нравится. Пипец. Такие тут домики. Сверху. Сейчас немного придавлю газа. И вот этот дом мне нравится. А дальше справа будет еще интересный дом. Один. Клинит в толку. Но это ничего страшного. Потому что мы будем двигаться степенно. Ну, более-менее туда-сюда. Прекраснейшие пейзажи. Очень красиво все. Прям вообще шикарно. Надеюсь, вам все видно. Классно. Вообще просто супер. Задняя втулка потихонечку разваливается. Но мне норм. Еду тут нормально. Такая вот шляпа тут нормальная. Тихонечку видим. Класс! Просто супер. Экстремальная почти скорость. Сейчас руку выровню. Очень классно. Вообще здорово. На гашетку вообще не давлю. Температура контроллера в норме. Все хорошо. Пейзажи. Вообще классно. Ну, не знаю, как я назад поеду. Так. Небольшой сбой втулки задней. Но, тем не менее, мы продолжаем. А, вот. Перезарядить. То есть ее надо передергивать постоянно. Приходится оттягивать ногу назад. А потом снова стягивать ее. Вот. Нормально тут. Опасный достаточно поворот. Втулка проебалась. Ну, практически. Но мы едем дальше. И нам открываются все более гималайские пейзажи тут. Красивейшие просто. Очень красивые. Задний звук вот этот вот. То, что вы слышите. Вот это вот скрипение, пощелкивание. Вот это, кстати, долина пустоши. Которую я проезжаю постоянно. Это пощелкивание, это вот эта втулка. Как бы. Вот так вот. Она настолько проебанная, что трэш-угар. Блин. Штаны еще попадают. Так. Я приехал на ту сторону моста. Вот. Это та сторона. То есть, вот здесь вот вход в мост. Вот этот подвесной. А вот это вот та сторона, так сказать. Раздел. Там раздел, а это называется та сторона. На моей карте. Ну, что ж. Едем дальше. Так, ребята. Я тут обнаружил, что моя втулка. Сейчас наплюю на палец. То есть, она. Понимаете? Она кипит нафиг. С нее вода испаряется. Сейчас. Готовы. Вот обычная втулка, как может перегреться. Это вам просто показатель. Это оттаз и жесть. А я думаю, что воняет какой-то паленой херней? А это, оказывается, втулка перегрелась задняя. Пипец вообще. Мотор вроде в норме. Все окей с мотором. То есть, никаких проблем. Так. Лампа горит, а значит, проблема не в аккумуляторе. Короче, перегреться задняя втулка. Дичь, кошмар. Ну что ж, стоим, отдыхаем и видим вот такие шикарнейшие пейзажи. И вот эта дорога. Буду ехать туда, буду смотреть, что там. Еще одно странное явление. Эта втулка просто разваливается нафиг. Какая-то черная штука на спицах. Такой думаю, что это такое вообще? А это, представляете себе, что-то похожее на какое-то масло или краску, или что это такое. Или масло с металлом. То есть, вот такая вот штука странная. Вообще, я не понимаю, что это. Но это, походу, просто из-за перегрева масло вытекло и начало что-то вроде плавиться или что-то вроде того. Вообще, практически как краска. Жесть какая-то вообще. Вот такие втулки, ребята, продают в Сочи. Просто. Вот никогда не покупайте втулки в Сочи за 1700. Это... Не, не втулки, даже колесо. Это просто жесть. Надеюсь, я на нем дает. Пейзажи тут. И вот так стоит канистра на фоне гор. На фоне пейзажей. Конечно, задняя втулка это пипец. Это пипец, да. Такие пироги. Едем дальше. Посмотрим, что будет. Так, еще вот так вот. Такие вот красивые пейзажи тут. Едем. Спокоюсь на себе. Ну, нормально. По-человечески. Есть еще этот... Ну, достаточно узкая дорога. Поэтому приходится ехать, ну так, осторожно. То, что задняя втулка дала мне такой урок, конечно. То, что она так... Ёба нахуй, сука. Нахуй в бок. Вот это просто бомбическая фигня. Не знаю. Сейчас попробую выбраться отсюда, блин. Заехал тут со страха. Штуки, блин. В общем, да. Буду подкручивать и крутить то, что там получается мощность 300 плюс 300. Около 600 ватт нормально. Да, вот так вот в горы не очень легко подниматься. Зато, когда спуск идет, кайфово. Правда, спуск длится весьма недолго. Ну, да и ладно. Величественные пейзажи горные. Вообще, жизнь здесь одно удовольствие. Единственный момент, что это далеко от цивилизации. Я думаю, сейчас мародер мне привезут. Я на него поставлю стулку темискоростную. И, скорее всего, на нем поеду тоже такое путешествие. Только он без электротемы. Ну, просто. Так вот. Так. Свет забыл включить. Свет включил. Все ок. Есть такие ангары. Тачки всякие ездят. Блин, глаз что-то задуло. Пипец. Нормально, нормально. Проморгался. Нормально едем. Так, с ветерком. По-царски. Звуки пипец она издает, конечно. Звуки дикого трэша. Это горный такой небольшой водопадик тут был. Круто едем вообще. Классно. Что же за дерьмо они продают? Это вот просто дичь. Нет, ладно, хорош. Ладно, а втулки об этой уже... Устал я про нее говорить. Всякие тут штуки. Здесь нормально. Видели эту тему? Человек слишком быстро ехал и затормозил. А я его снял. Так что вот. Едем себе спокойственно. Нормально. Ну, тут такие пошли скоростные, такие небольшие подъемы. Они не очень навязчивые, но после них следуют спуски. Такая дорога по перевалам пошла туда-сюда. Так, это знак того, что будет какой-то крутой, видимо, поворот. Что-то наподобие того. Ну, посмотрим на это. Ой, как здесь красиво. Пипец вообще просто. Ребята, если вы это видите, просто респектую галактически. Пишите комментарии, не забудьте. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все для вас. Мега контентища просто. Контентища. Странная она. Блядские звуки какая-то. Это сраная втулка, блин. Совет от Lexa. Если едете в какой-то дальняк, делайте нормальные себе компоненты. Потому что если компонент шляпа, это будет дико. Это будет дичь. Да, бывает. Ну, ладно, едем дальше. Вот такое вот величественное вам зрелище. Выезжаем из такой штуки тут. Нормально вообще, красиво. Ебать коптить. Чем дальше в лес, тем больше интересностей, короче. Так, это долина реки, нахрен, блин. О-о-о, мне нравится. Вообще классно. Погнали, погнали. Вперед. Увеличиваем скорость на максимум. Надеюсь, что меня не перекинет. Потому что вибрации увеличиваются в некой по этой самой проекции, короче. Колесо крутится с бешеной скоростью, а мы едем и выжариваем заднюю втулку нафиг просто. Вообще красота. Вообще красота, ребята. Это, блин, пипец. Извиняйте, есть что за звук. Не очень удобно с петличкой сейчас гонять, сами понимаете. А радиопетлички у меня пока нет. На нее, к сожалению, нет средств. На моем канале. Пока что. Вот так вот. Дорога, как на твоспиде. Похожая жажда скорости. Кто играл? Подъезжаем к селу Алексеевское. Так. Какие-то тут штуки. Посмотрим, что тут почем. Такие дороги, блин, я не могу остановить съемку, потому что это очень интересно, очень круто. То есть пошел какой-то затяжной, видимо, подъем наверх. А горы, горы, едем, втапливаем нафиг просто заднюю втулку максимально. Да, ну что ж, когда будет спуск, включу заднюю втулку. Вот так вот. Едем тут. Вот такие вот распорки стоят. на высоковольтных проводах, для того, чтобы, видимо, во время ветра не перекрещивались провода между собой, чтобы все ровно было. Вот так. Да, я еду дальше. И это село Алексеевское называется. То есть вот так вот, примерно. Такие дела. Тут везде линии электропередач. Тут везде. Продолжение следует... Продолжение следует... Без комментариев, ребят. Как будто в каком-то сне. Садимся и едем. Продолжение следует... Я чувствую, что после такого спуска на втулке задней можно будет жарить яичницу. Я в этом почему-то уверен. Так, сейчас я приторможу на секундочку тут. Буквально секунду. Короче, встал, пропускаем чувака. А еще один чувак туда уехал. В общем, ну нормально тут так. Прикольно. А сверху вон еще один, блин. Просто нахрен. То есть здесь просто какой-то бум бетономешалок каких-то вообще. Видимо, там что-то заливают, что-то делают сверху. Вот. И, в общем, остановка такая прикольная. Короче, что-то заливают. И там до хера бетономешалок, в общем. Такие дела. Сейчас будет жесткий резкий подъем. Надеюсь, я его преодолею. Парелецкая втулка. Все, пипец. Мы встали, можно сказать. Пипец. Пейзажи здесь, конечно, клевые. Вообще просто. Я думаю, доехать до какого-то места, которое мне понравится. И потом посмотреть это все. Погнали дальше. Тут такой горный лес интересный. Собственно, и я тут такой стою. Начался легкий дождик. Это значит самое время немножко отдохнуть, постоять. Так что вот так. Прям такие красивые пейзажи. Примотал тормозной рычаг на резинку. И теперь велик стоит спокойно себе. Блин, а дождик все усиливается. Что же с этим делать-то, а? Ну ничего. Сейчас посижу, немножко подумаю. Примотал тормозной рычаг. Примотал тормозной рычаг. Так, ну вот, едем по горной штуке. Вообще тут всякие такие интересные штуки. Да. Узкая дорога, очень узкая. Так. Что тут написано? Водоохранная зона. А, то есть здесь речка, что ли? Такие камни тут всякие разные. И вот так я еду. Жмем на гашетку, на полную, на максимум. Максимально. Вот она какая. И заряда у нас две палки. А это значит, что еще полный день приключений. Удивительно, кислотный аккумулятор очень долго держит. У меня бы литий-ионники, наверное, бы уже все иссякли просто на полпути. А тут еще они держат нормально. Это еще был ползаряда. Так, фокус. Извиняюсь. Камни. Нависшие. Блин, куда же эта дорога ведет, а, интересно. Камни. Что-то я не понимаю. То ли уклон здесь, то ли движок у меня слаб. Непонятно вообще. Но мы, тем не менее, едем. Что-то странное происходит. Движок не тянет, хотя... Хотя это, блин... Это должен быть склон, но двигатель что-то не тянет. Все, конец аккумуляторам. Походу, аккумуляторы все, ребята. Надо было их заряжать получше. Ну вот, он еле тянет. Еле едет. Ладно, доедем до вот того поворота. Куда-то ушла вся энергия. Из двигателей. Точнее, из аккумуляторов. Так, сейчас дает до какой-нибудь площадки, не знаю. Такие всякие ущелья идут. Так, что там написано. Придорожная полоса. Ага. Вон в том месте остановлюсь. Сейчас замерю вольтаж аккумуляторов. Посмотрим, сколько им еще осталось. Так, я выставил значение вольтметра. Сейчас замеряем потихонечку. Абсолютная тишина здесь. Ничего нету. Абсолютно. Полная тишина. Так, 12 вольт на первом. Получается здесь. 12, наверное, на втором тоже. Возможно. 12 на втором. И 12, скорее всего, на третьем. 12 на третьем. То есть, 12,3 было в начале, а сейчас 12 на каждом. 12, 12, 12. Это будет 36. То есть, странно, почему двигатель не едет. Но, возможно, это просто... Я привык к уклону и не чувствую же уклон тут. Вот так вот и стоим. Примерно вот так вот. Так что, да. Так что, да. Так что, да. Так, да. Так что, да. Так что, да. Так как колằng. То есть. Какие живописные здесь места, просто обалдеть. Впереди такой масштабный спуск, плюс ремонт дороги, плавненько заезжаем на него, на хаб. Красный светофор, значит нужно что? Остановиться. А ехать потом. Вот. Типа того. Здесь вот такие пейзажи всякие интересные. Так что вот. Да, круто. Вот так вот. Вот так и едем. Классно. Они ремонтируют эстакаду вон там, в общем впереди. И впереди там такая штука. Вот. Капитальный ремонт. Вот. АДП Лазаревская от Хагапш. Ага. Ну да, типа того. Вот. Так что такие пироги. Сейчас дождемся зеленого сигнала и поедем. Хочу вам показать, как ремонтируют дороги в горах. Это очень интересно. Едем по вот такой вот дороге. Немного раздолбанная, но при этом все в норме. Сзади у нас тоже трафик есть. Все отлично. И еду вот сюда. То есть... Блин, ну и приключения у меня сегодня. Вот эту штуку я бы объехал вообще. Нормально едем. Все отлично. Все, проехали. Вообще здорово. Нас ждет вот такой вот поворот. И тут на этом повороте у меня немножко сорвало цепь. Но сейчас мы ее починим и двинем дальше. И вот мы приехали к пункту назначения. Это село Татьяновка, которое находится в глубине гор. Цепь я починил. Она просто соскочила. Такое бывает. И что? И сейчас мы двигаемся на мое старое доброе место. Я здесь был 90-й. Вон куда тачка поехала. Туда вниз. Надеюсь, тормозов сейчас хватит. Не знаю, как я буду тормозить, честно. Но мне нужно спуститься вниз и там расположиться, отдохнуть, потусить и поехать назад. Что-то типа того. Ну вот. Знак того, что типа... Такие пироги все. Ну что ж. Едем. Вроде аккумулятор еще остался. Ну там один заряд из четырех остался. Но я думаю, что этого вкупе с заряженной литий-ионной батареей должно хватить. Так нас ждет Татьяновка, нас ждет горная речка. Погнали. Ну естественно, мои тормоза не очень выдержали такой спуск. Здесь скользко достаточно. Поэтому будем спускать вручную и скорее всего как-то тормозить вот этой палкой, тормозилкой. Так что вот так вот. Спуск у нас вон такой, вон туда вниз. Погнали дальше. Такое вот горное село Татьяновка. Сейчас я в него въехал и двигаюсь в сторону речки. Хочется речку посмотреть. Как что. То есть вот так вот. Втулка вроде справляется, вроде все нормально. Тут такие дома интересные всякие есть. Старые, очень старые. Типичные. Всякие разные. Так что вот так вот. Все нормально. Так что вот так вот едем потихонечку. Так. Вот такие штуки всякие тут интересные. Так, а я следую к реке. К такому мосту я приехал. Такая интересная штука. Тут собаки просто периодически. Поэтому я всегда на стороже. Баллон всегда у меня в руке на всякий случай. Так что так. Вот такой вот мост интересный. Сейчас сфоткаю. Да, вот переход на ту сторону. Тут долина реки. Вот село Татьяновка само. А вот канистра тут стоит. И тут гаражи. Гаражный кооператив. Такие дела. Тут вот джипы, видимо, ездят. Можно, наверное, как-то все дело переехать. Или что-то вроде того. Если голос, звук не очень, извиняйте, ребята. Микрофон я сегодня с собой не взял. Такие дела. Вот такой мост. Сейчас я, может быть, на него взберусь. Посмотрю там, что почем, как. Да, я тут в детстве, по-моему, далеком был. Я сейчас не могу припомнить эти времена. Но, так сказать, я здесь происходил, в этих местах. И сами видите, как здесь красиво. Сейчас сделаю фотку. Да, вот так вот стою тут, тусую. Там какая-то тусовка вон нормальная. И, значит, что? Ну, наверное, встану тут, постою. Просто так. Может быть, ноги помочу в воде. Посижу на камне. И, наверное, двину назад. Потому что, во-первых, разряженная батарея. Во-вторых, надо поесть что-нибудь. А еды с собой не взял. Вот. И, наверное, сейчас буду тут отдыхать. Вот такое прикольное. Кстати, на мост надо забраться. Сюда вот. Заходим на мост. Вот тут такие трассы интересные. Вблизи. Прям вот такие вот. И движемся наверх. Достаточно комфортный мостик. Немного покомфортнее, чем то, что есть в Лазаревском. И мне это безумно нравится. Вот так вот движемся тут. Такие щели находятся. Прогуливаемся по мосту. Люблю подвесные мосты. В них что-то интересное есть. Что-то прикольное. И достаточно такое. Вон, канистр стоит снизу. А мы движемся наверх. Мост идет под наклоном. Вот здесь вот так вот. То есть это видно достаточно хорошо. Я постараюсь пройти его вот по той стороне. Посмотрим. Продолжение следует... Так, здесь он достаточно сильно качается. Но здесь расстояние до земли небольшое. Буквально, ну метра, так сказать, два максимум. Крутой мост. Мне нравится вообще. Классно. Вот так выглядит издалека. И отсюда. Очень классно. Прямо похож на лазерский, но более оборудованный получше. Прямо аж вот сюда. То есть, по идее, разлив реки происходит по всей длине моста. Если такая конструкция и так сделана. Дойду вот до этого. До вот этого вот момента. И как же он здесь качается. Прямо как будто танец какой-то безумный. Так, отлично. Все, отошел. И пойду в обратку. Потому что... Так, тут мусор. Что, очки что ли? Что это такое? А тут что? И тут мусор. Нормально. Вот такая тут полянка. Вот. Поэтому вот такие дела. Сегодня очень такой солнечный, так сказать, день. Наверное. Что-то в этом роде. И мы идем. Нас качает пипец. Показываю себя. Без комментариев. Показываю себя. Звучит. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, проверим температуру втулки О, вы слышите эти звуки, я тоже Когда чувствуешь запах паленой штуки сзади, это точно втулка Да, можно жарить яйца Почему они радиаторы не сделали на втулке, может наварить туда радиаторов Да... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, с нее уже, наверное, все масло вытекло. Ну ладно, главное доехать, и потом техобслуживание я сделаю, посмотрю, что там с ней такое. Продолжение следует... Остановился вот в таком вот живописном месте. Идет дождь, я нахожусь на определенной высоте в горах и движусь назад, обратно. Здесь вот велик. Такие пироги. Очень устал. Сейчас надо будет приехать, воды попить и поесть что-нибудь. Не знаю, здесь какой-то... Так что вот так вот. Вот такие вот панорамы. Море вон там виднеется, вдали совсем, видимо. И Лазаревская вся. Такие дела. Продолжение следует... Вот так вот горят втулки. Если что. Такие дела. Я завершил это путешествие и вернулся назад на свою временную базу. В общем, вот такие вот дела. Если вы досмотрели до этого места, я вам очень благодарен. Комментируйте, пишите свои предложения, что там по механике. То, что я пока придумал насчет вот этих всех штук, это то, что... Ой-ой-ой-ой. Там вообще жара. Втулка, короче, суть такая. Сейчас я ехал, и задняя втулка начала клинить. То есть технически использование этой втулки больше уже, в принципе, невозможно. Скорее всего. И я думаю, что... Я сюда поставлю другое колесо. У меня есть колесо с... Этим самым... Дисковым тормозом. То есть можно поставить механизм. И механизм есть, и тормоз есть, и колесо есть. Единственное, что здесь нужно расширить втулку. Немножко по-другому она будет стоять. Может быть, будет съедена часть пространства отсюда. Но суть в чем? В том, что у меня будет колесо, и она будет тормозить. А эта штука перегрелась, заклинила. Ну, некачественная втулка. Все ясно, понятно, что... Возможно, она не была рассчитана на такие большие нагрузки. И вообще работать в таких условиях. В общем, было то белое колесо. Я думаю, поставлю сюда, в принципе, белое колесо. Она будет гигантская вот такая. Здесь надо будет это все отпилить, удлинить, поставить сюда белое. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Просто этой втулке, конечно, пришел конец после таких испытаний. Вот такие дела. Сейчас с вами ЛК. А мы продолжаем банкеты. И продолжаем приключения. Я думаю, все будет еще круче. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok